Еще 24 ноября мы с вами определили рождение медвежьего тренда и развитие тренда вниз. Вот ровно с 24 ноября, вот уже на протяжении одной недели, нам с вами необходимо было продавать и только продавать. Ежедневно необходимо было искать, определять оптимальные точки входа в рынок на продажу. И эта продажа состоится до тех пор, пока мы с вами не увидим смену тренда. Пока мы с вами не увидим рождение бычьего тренда, ни о каких покупках и речь не пойдет. У нас в принципе была открыта сделка на продажу. Те, кто открыл сделку в итоге, получили профит. Давайте мы с вами рассмотрим сегодняшнюю ситуацию и определим дальнейшие действия с нашей стороны. Учитывая то, что мы с вами входим в рынок по тренду, нам с вами необходимо определить оптимальную коррекцию на основе последней волны импульса. Итак, последняя волна импульса вниз началась еще 26 ноября. Ну и как видно, она все еще продолжается. В начале дня я определил вход в рынок на продажу с уровня 1.5075. Но учитывая то, что сегодня медведям удалось в очередной раз обновить минимум передающего дня, и только после чего началась небольшая коррекция, этот уровень немного изменится. Итак, вход в рынок с уровня 1.5070. Сейчас валютная пара торгуется по цене 1.5019. Если в течение сегодняшнего дня мы все-таки увидим коррекцию на 50% от волны импульса, нам с вами необходимо будет продавать. Но опять же давайте я продолжу волну импульса. У нас же новый минимум 1.5060. Итак, сегодня мы с вами пока что в ожидании коррекции на 50% от волны импульса. Для того, чтобы войти в рынок на продажу, необходимо увидеть достижение уровня 1.5060. Стоп-лосс необходимо будет выставить выше волны импульса на уровне 1.5130. Цели еще рано определить, так как не состоялась окончательная коррекция. В принципе, мне больше нечего добавить, так что перейдем к следующей валютной паре. Доллар США, швейцарский франк. По валютной паре доллар США, швейцарский франк состоялась смена тренда. В пятницу БКМ в очередной раз удалось обновить максимум предыдущего дня. У нас на рынке, как видно, 4 дня выделено серым цветом. Третий день, как видно, являлся боковым. 26 ноября БКМ не удалось обновить максимум 25 ноября. И также Мельведям не удалось обновить минимум. Этим самым у нас как раз получилось 2 дня в 1. Вот как раз на основе этих 4 дней видно, что БКМ взяли инициативу в свои руки. Вот один максимум, вот второй максимум и вот третий максимум. Три максимальные цены подряд, на основе которых стало ясно, что тренд бычий продолжает развиваться. Нам с вами необходимо будет покупать только в том случае, если мы с вами, конечно, увидим коррекцию на 50%, а именно к уровню 1.02.80. Сейчас валютная пара торгуется по цене 1.03.09. И если, конечно, в течение дня мы увидим откат до уровня 1.02.80, я вижу продолжение тренда вверх, вход в рынок на бай по тренду. Стоп-лосс, как обычно, ниже волны импульса на уровне 1.02.20. Но пока что также в ожидании. Николай спрашивает о 4-х часовке, рассмотрим чуть позже. Далее доллар США и японская иена. По валютной паре доллар США и японская иена, тренд все еще медвежий. В пятницу, к сожалению, цена развернулась, пошла против. У нас была открыта сделка на продажу, в итоге мы с вами получили стоп-лосс, к сожалению. То, что касается сегодняшнего дня, я обращаю ваше внимание на то, что быкам сегодня удалось обновить максимум пятницу, подтверждая рождение бычьего тренда и развитие тренда вверх. В пятницу быкам удалось обновить максимум четверга, а сегодня быкам удалось обновить максимум пятницы. Три дня с тремя максимальными ценами, на основе которых стало ясно, то, что тренд сменил направление вверх, тренд продолжает развиваться. Сегодня без торгов, а завтра мы уже с вами определим коррекцию, на основе которой мы с вами определим вход в рынок, по тренду, а пока что также в ожидании. Далее, австралиец, доллар, США. По валютной паре, австралиец, доллар, США, медведям также удалось сменить направление тренда. В пятницу медведям удалось обновить минимум четверга, этим самым подтверждая не только рождение медвежьего тренда, но и развитие тренда вниз. Сегодня нам с вами необходимо будет продавать в случае, если, конечно, состоится коррекция на 50%. Я также хочу обратить ваше внимание на то, что волна пятницы продолжалась до минимума сегодняшнего дня. Но и видно, что сегодня уже коррекция на 50% состоялась. Нам с вами сегодня необходимо было открыть ордер на продажу с уровня 0.7205. В принципе, сейчас валютная пара торгуется по этой цене. Так что те, кто сегодня не успел открыть ордер на продажу еще утром в 9, то цена дает еще один шанс. Сейчас цена как раз вблизи уровня 0.7205, с которого нам с вами необходимо было открыть ордер на продажу по тренду. Стоп-лосс выше волны импульса на уровне 0.7245. Стоп-лосс 40 пунктов. Теперь давайте мы с вами определим цели. Для этого есть инструмент расширения Fibonacci. Растянем на основе волны импульса и коррекции. Итак, первая цель расположена на уровне 0.7175. Это краткосрочная цель для краткосрочных сделок. Вторая цель, та цель, которая нас интересует, расположена на уровне 0.7145. Take Profit составит в данном случае 60 пунктов в соотношении 1 к 1.5. И по третьей цели, по последней цели, Take Profit должен будет расположен на уровне 0.7175. Но также обращаю ваше внимание на то, что не всегда третья цель достигаемая. Поэтому в основном я рекомендую выставить Take Profit по второй цели. Тем более, что именно по второй цели нам с вами также удается соблюдать правила Money Management и использовать соотношение хотя бы 1 к 1.5 или даже 1 к 2. А пока что в рынке, ну и в ожидании. Далее, следующая валютная пара это Новозеландский доллар, доллар США. По валютной паре Новозеландский доллар, доллар США, тренд бычий. На протяжении прошлой недели медведям удалось подтвердить то, что они готовы сменить направление, но пока что вот только сегодня им это удалось. Вот только сегодня медведям удалось обновить минимум пятницы, подтверждая окончательная смена тренда и развитие тренда вниз. Сегодня, как видно, мы с вами должны будем остаться в ожидании. Возьмем перерыв, дождемся окончания сегодняшнего дня. Ну и завтра, конечно, определим оптимальную коррекцию и вход в рынок на продажу по тренду. А пока что также в ожидании. Далее, доллар США, доллар канадец. В принципе, по валютной паре доллар США, доллар канадец. Быкам сегодня также удалось подтвердить разворот. Сегодня быкам удалось обновить максимум пятницы, подтверждая развитие тренда вверх. Сегодня также без торгов. Дождемся окончания дня. Ну и завтра, конечно, мы уже определим коррекцию и определим вход и выход из рынка. А пока что в ожидании. И перейдем к металлам. Рассмотрим золото. По металлу золота медведям в пятницу удалось сменить направление тренда. У нас до этого была бычья тенденция в краткосрочном перспективе. После того, как в пятницу быкам медведям удалось обновить минимум предыдущего дня, стала ясна смена тренда. Ну и нам с вами необходимо будет торговать по тренду. А для этого необходимо будет дождаться коррекции на 50% от волны импульса. И с уровня 1063 нам с вами необходимо будет продавать. Сейчас золото торгуется по цене 1056. До конца дня еще есть и есть. Так что если в течение сегодняшнего дня мы увидим достижение уровня 1063, это вход в рынок на продажу по тренду. Стоп-лосс необходимо будет выставить выше волны импульса на уровне 1075. Цели пока что также еще рано определить, так как не состоялась окончательная коррекция. И рассмотрим последний инструмент, это серебро. По серебру тренд также медвежий. Еще 30 октября, вот уже ровно месяц. На протяжении месяца ноября нам с вами необходимо было продавать и только продавать. Без никаких покупок. Обращаю ваше внимание на то, что 30 октября серебро торговалось по цене 1560 примерно. Сейчас серебро торгуется по цене 1411. Вот на 1,5 доллара ниже спустя месяц с 30 октября и до сегодняшнего дня. Пока что никаких признаков о смене тренда. Давайте мы с вами на основе последней волны импульса определим дальнейшие действия с нашей стороны. То есть определим вход в рынок на продажу по тренду. Итак, если мы с вами сегодня увидим достижение уровня 1415, это вход в рынок на продажу по тренду. Сейчас серебро торгуется по цене 1411, так что пока что в ожидании. Стоп-флосс необходимо будет выставить выше уровня 1440. Мне больше нечего добавить. Дождемся достижения уровня 1415. Только тогда можно будет и поговорить о дальнейших целях. Ну что ж, это у меня все с часовыми графиками. Мы с вами сумели определить направление тренда. Мы с вами сумели определить действия с нашей стороны по некоторым валютным парам в ожидании. По некоторым валютным парам мы уже в рынке. Дождемся завтрашнего дня. И завтра нам уже станет понятнее, какие действия мы с вами предпринимем именно по тем валютным парам, по которым только что состоялась смена тренда. А пока что в ожидании. И давайте перейдем к валютным парам. Рассмотрим часовые графики. И определим, конечно, направление рынка. Во-первых, то что касается валютной пары. Евро-доллар, тренд медвежий. Еще в начале месяца ноября мы с вами определили то, что произошло смена тренда. То, что бренд начал развиваться. И вот на протяжении целого месяца евро снижался по отношению к американскому доллару. В начале ноября евро-доллар торговался по цене 1.10. Сейчас торгуется по цене 1.05. То есть на 500 пунктов. Вот как раз именно в начале ноября можно было войти в рынок на продажу. И вот получить такую интересную и привлекательную прибыль. То, что касается дальнейших действий с нашей стороны. Давайте я определю последнюю волну импульса. Я напомню, волны импульса, волны коррекции мы с вами определяем с помощью трендовой линии, соединяя максимум с минимум каждой недели в данном случае. Каждого периода. Итак, давайте рассмотрим на примере предыдущую неделю. С помощью трендовой линии я соединю минимум с максимум. После чего протяну линию тренда с максимум до минимум прошлой недели. Итак, последняя волна импульса вниз началась на предыдущей неделе и завершилась на прошлой неделе. На этой неделе мы с вами должны будем продавать в случае, если увидим достижение уровня 1.0660. Еще раз напомню и обращаю ваше внимание на то, что валютная пара торгуется по цене 1.0568. То есть еще буквально на 90 с чем-то пунктов вверх. И мы с вами получим возможность войти в рынок на продажу под тренду. А пока что, конечно, в ожидании. А то, что касается стоп-лосса, стоп-лосс необходимо будет выставить выше волны импульса на уровне 1.0770. 110 пунктов. Размер стоп-лосса. Пока что мне нечего добавить, так что перейдем дальше к следующей валютной паре. Рассмотрим британский фонд доллар США. По валютной паре британский фонд доллар США. Тренд медвежий. Перед вами выделены те три недели, на основе которых мы определили рождение медвежьего тренда. Мы определили развитие тренда вниз. И в качестве примера хочу вам распознать волны импульса в очередной раз. Соединяя максимум с минимум каждого периода, каждой недели в данном случае. После чего совершаю необходимые корректировки. 9 ноября мы с вами определили то, что тренд медвежий. Мы с вами определили то, что тренд продолжит развиваться. Для этого есть все подтверждения. Три периода, три недели с тремя минимальными ценами, на основе которых мы и получили все эти сигналы. И начиная с 9 ноября, нам с вами необходимо было дожидаться коррекции на 50% к уровню 1.5260. И вот только с уровня 1.5260 мы с вами получили право войти в рынок на продажу. Это случилось 13 ноября, в пятницу. Именно в тот день мы с вами должны были открыть ордер на продажу. Со стоп-лоссом выше уровня 1.55. Как видно, размер стоп-лосса составлял 240 пунктов. Цена сперва пошла против нас. У нас был небольшой… Сперва, да, цена пошла в нашу сторону. Плавающая прибыль составляла около 100 пунктов. Но после чего цена развернулась, ушла против нас. Но в итоге цена опять на прошлой неделе сменила направление. И у нас на данный момент прибыль составляет около 250 пунктов. То есть соотношение 1 к 1 пока что. То, что касается цели, наверняка кто-то из вас открыл ордер на продажу. И возможно еще держит позицию. Итак, как видно, первая цель была достигнута еще на прошлой неделе. Вторая цель расположена на уровне 1.4870. И третья цель – это дальняя цель на уровне 1.4580. Ну что ж, с британской валютой вроде все понятно. Я бы хотел услышать, кто из вас открыл ордер на продажу. По тренду, кто из вас все еще держит открытую позицию на продажу. По тренду. Ну и конечно у вас сейчас должна быть достаточно интересная прибыль. Но пока вы не напишите, я также определю дальнейшие волны импульса и коррекции. И определим дальнейшие действия с нашей стороны на этой неделе. Ну что ж, судя... Игорь пишет, открыл 3 ордера, из них один закрыл. А скажите, пожалуйста, Игорь, с какого уровня вы открыли ордер на продажу? С какой цены вошли в рынок? Игорь пишет, с разных уровнях он дождался коррекции на 38%, на 50% и на 61%. Владимир пишет, закрылся час назад, плюс 200 пунктов. Ну что ж, примите мои поздравления. Итак, то что касается текущей недели, нам с вами необходимо будет... Да, кстати, у нас же сейчас волна импульса все еще продолжается. Я обращаю ваше внимание на то, что до тех пор, пока волна импульса продолжит развиваться, то нам с вами необходимо будет корректировать ее. Учитывая то, что на этой неделе медведям удалось вновь обновить минимум, в прошлой неделе я откорректирую волну импульса и определю коррекцию на 50%. То есть мы с вами на этой неделе должны будем войти в рынок с уровня 1.51.65. Это пока что, если, конечно, минимум больше не изменится. А если минимум продолжит измениться, то с каждым разом нам необходимо будет и волну импульса корректировать. Ну что ж, мне в принципе больше нечего добавить, кроме того, что стоп-лосс, как обычно, выше волны импульса на уровне 1.53.40. Далее, доллар США, швейцарский франк. По валютной паре доллар США, швейцарский франк, тренд бычий. Еще 2 ноября мы определили рождение бычьего тренда, развитие тренда вверх. На этой неделе нам с вами необходимо будет также покупать, в случае, если, конечно, состоится необходимая нам коррекция на 50%. Итак, на этой неделе я вижу покупку с уровня 1.2.02.25. Стоп-лосс необходимо будет выставить ниже волны импульса на уровне 1.01.20. Пока что валютная пара торгуется по цене 1.03.11 и нам ничего не остается, кроме дождаться коррекции. Далее, доллар США, японская иена. По валютной паре доллар США, японская иена. Тренд все еще бычий. Конечно, в последней неделе медведи пытались сменить направление тренда, но им этого так и не удалось. Давайте мы с вами определим действия с нашей стороны на этой неделе. Напомню, тренд бычий нам с вами необходимо будет покупать. Итак, на этой неделе я вижу... Ну, в принципе, у нас был открыт ордер еще с прошлой недели, с уровня 123 ровно. Итак, на этой неделе рынок дал еще один шанс. Тем, кто не успел войти в рынок на прошлой неделе, необходимо покупать с уровня 123. Это моя точка зрения. Я еще раз обращаю ваше внимание на то, что нет идеальной системы. Торговля на финансовых рынках сопряжена рисками. Вы должны себе дать отчет. Вы должны понимать то, что любая открытая сделка подвержена рискам. Поэтому для того, чтобы вы могли избежать большие потери, должны соблюдать правила money management, должны использовать в своей торговле стоп-лоссы и take-profit. Итак, по валютной паре доллар, США, японская иена, тренд бычий. И я считаю, что необходимо будет продолжать покупать с уровня 123.00, со стоп-лоссом ниже уровня 122.20. Стоп-лосса не было на прошлой неделе. Кстати, те, кто покупал, на прошлой неделе так и не получил стоп-лосс. Там минимум 5 пунктов не хватило. И цена развернулась. И пока что у нас уже небольшая плавающая прибыль. Идемте дальше. Да, давайте я определю цели. Как без этого? Для этого необходимо будет растянуть расширение Fibonacci. Итак, первая цель нас вообще не интересует. Это краткосрочная цель. Она еще была достигнута на прошлой неделе. Нас интересует как минимум цель на уровне 123.75. И последняя цель на уровне 124.70. А пока что в ожидании, конечно. Далее. Австралия с доллара США по валютной паре. Австралия с доллара США. На прошлой неделе быкам удалось обновить максимум предыручей недели, подтверждая рождение бычьего тренда и продолжение тренда вверх. Обращаю ваше внимание на то, что есть 3 недели, с тремя максимальными ценами, на основе которых стало понятно рождение бычьего тренда и развитие тренда вверх. Давайте мы с вами определим волны импульса, волны коррекции. После чего, конечно, определим вход в рынок по тренду, конечно. И только по тренду. Итак, на этой неделе по валютной паре Австралии с доллара США я вижу продолжение тренда с уровня 0.72.25. 0.72.20 вернее. 0.72.20. Итак, если на этой неделе мы с вами увидим преодоление уровня 0.72.20, это сигнал о продолжении тренда вверх. А пока что, конечно, в ожидании. Ну и стоп-лос необходимо будет выставить ниже волны импульса на уровне 0.71.50. Далее. Новозеландский доллар, доллар США. По валютной паре. Новозеландский доллар, доллар США. Тренд медвежий. На прошлой неделе быкам не удалось обновить максимум. Но этим самым пока что непонятно то, что быки готовы сменить и взять вносить его в свои руки. Нам с вами необходимо будет также торговать по тренду. А учитывая то, что тренд медвежий, нам с вами, конечно, необходимо будет продавать. Итак, то, что касается валютной пары. Новозеландский доллар, доллар США. Я вижу продолжение тренда с уровня 0.6505. Сейчас Новозеландис торгуется по цене 0.6545. Еще 40 пунктов ниже. И мы с вами получим подтверждение о продолжении тренда. И необходимо будет открыть сделку по тренду. То есть вниз. Стоп-лос выше волны импульса на уровне. В данном случае 0.6610. Пока что, конечно, в ожидании. И последняя валютная пара это доллар США, доллар канадец. По валютной паре доллар США, доллар канадец. Тренд бычий. Еще в начале ноября мы с вами получили подтверждение о том, что тренд бычий, он продолжает развиваться. И еще на тот момент мы с вами получили сигнал о покупке с уровня 1.3090 примерно. Ну и вот сейчас валютная пара торгуется по цене 1.3382. То есть на 300 пунктов вверх нам удалось получить прибыль на протяжении всего месяца. То, что касается дальнейших действий с нашей стороны, давайте мы с вами определим. Волны импульса, волны коррекции. Это как раз есть основная часть нашего анализа. Итак, мы с вами на этой неделе получим возможность покупать. Конечно, если мы увидим достижение уровня 1.3340. Пока что, конечно, в ожидании и стоп-слос необходимо будет выставить ниже волны импульса на уровне 1.3240. То есть на 100 пунктов ниже. Ну и также возьмем пока что перерыв, дождемся коррекции. И только тогда можно будет предпринимать действия с нашей стороны. И рассмотрим металлы, золото и серебро. По металлу, золото, тренд медвежий. Все продолжает снижаться, золото. На этой неделе я также вижу снижение. Я также ожидаю продолжения тренда вниз. Кстати, на прошлой неделе нам удалось войти в рынок с уровня 1.081. Такой цены было. И мы с вами получили возможность войти в рынок на продажу. Итак, уважаемые онлайн слушатели, я бы хотел увидеть, кто из вас на прошлой неделе умудрился и решился открыть ордер на продажу по металлу золота. Вход идеальный, 1.081 на продажу. Максимальная цена на прошлой неделе была 1.081.15. То есть я 15 пунктов не рассчитал. Погрешность. Галина подтверждает то, что открыла ордер на продажу. Вы еще держите, Галина? Открытый ордер или закрыли? Закрыли. А что означает плюс? Держите, закрыли? Мне непонятно. Только Галина открыла ордер на продажу? Или кто-то из вас еще открыл на продажу? Галина еще держит. Отлично. Ну, в принципе, у вас, Галина, на данный момент прибыль составляет около 25 долларов. Достаточно хорошая прибыль, я бы сказал. Я напомню цели для тех, кто открыл ордер на продажу еще с прошлой недели. Так вот, наша цель была достигнута, Галина. Наша цель была достигнута уровень 1056. Конечно, следующая цель это уровень 1034-1035. Но опять же, я вам не раз говорил, что третья цель не всегда достигаемая. Поэтому в целях безопасности, если вы хотите еще держать открытый ордер на продажу, то рекомендую выставить стоп-лосс как минимум без убыта. Как минимум. Но вам, конечно, решать. Я вам даю всего лишь определенные рекомендации. Владимир пишет, не решился, пожалел. Николай пишет, прошу уточнить, если торгуем по часовке, то по часовке. Если по четырех часовке, то по четырех часовке. Они никак не пресекаются. Я правильно понимаю? По дневкам тоже так можно торговать. Николай, совершенно верно вы поняли. Если вы проводите анализ на основе часовых графиках, значит и решение принимаете на основе часовых графиках. А если вы проводите анализ на четырех часовых графиках, то и решение принимаете на основе четырех часовых графиках. Эти два графика не пересекаются между собой. И эти два графика никак не могут повлиять один на другой. Торгуете по часовых графиках – это одни сигналы. Торгуете по четырех часовых графиках – это другие сигналы. Вы можете торговать одновременно по двум периодам, но опять же сделки могут быть разные. У вас по часовке могут быть сигналы на сел, по четырех часовке могут быть сигналы на бай. Вы все правильно поняли. И по дневкам вы также можете торговать. Итак, то что касается текущей недели, золото я вижу продажу с уровня 1070. Если на этой неделе мы, конечно, увидим откат к уровню 1070, это вновь продажа по тренду. Стоп-лосс выше уровня 1089. Но пока что, конечно, в ожидании. И рассмотрим металл последний, серебро. По металлу серебро тренд медвежий. Также с начала ноября мы с вами должны были продавать и только продавать. Итак, на этой неделе давайте мы с вами определим дальнейшие действия с нашей стороны. Кстати, на прошлой неделе у нас также состоялась сделка с уровня 14.15 примерно. Ну и все еще держим те, кто открыл ордер на продажу. Стоп-лосс выше уровня 14.45. Да, кстати, на этой неделе, видимо, рынок даст еще один шанс тем, кто не успел войти на прошлой неделе. Поэтому я вижу продолжение тренда и продажу с уровня 14.15. Пока что в ожидании. Давайте я быстро определю цели. И на этом мы с вами попрощаемся. Итак, наша цель как минимум 13.85 и последняя цель 13.50. Нина пишет по австралийству на часовом sell, а по четырехчасовому buy. Совершенно верно, Нина. Возможно такие события. По часовому может быть sell, по четырехчасовому может быть buy. Так как мы с вами проводим анализы на разных тайфреймах, то и сигналы у нас могут отличаться. Ну что ж, я так понимаю, больше вопросов у вас нет. Давайте тогда прощаться. С вами, как обычно, был Сергей Багрий, менеджер-аналитик официального партнера компании Alpari в городе Кишни, в Республике Молдова. Всем желаю хорошего дня, удачи во всем, побольше тейк-профитов и до скорой встречи. До свидания.